Не считали, что вот человечество погибло, будет апокалипсис, поэтому в Библии заканчивается апокалипсис. Ничего чрезвычайного не произойдет. Человечество освоит методологию нового знания, будет приближаться к человечности. Потом есть такое понятие в радиотехнике, огибающей частоты. Слышим, кто знакомый с радиотехникой. Когда частота очень высокая, появляется ее огибающая. Вот что произойдет. Поэтому мы не видим ничего критического. Где грань между я-центризмом и самоопределением личности. И в я-центризме, и в богоцентризме идет самоопределение личности. Речь идет о мировоззрении. Либо вы разворачиваете это мировоззрение, картину мира от себя любимого. Но в детском возрасте это понятно. Все крутятся вокруг ребенка, папа, мама, братья, сестры, дедушки, бабушки. Но годам 15-16 уже пора нервить несколько иначе. Весь вопрос, что вы поставите. Центр координации своего мира. Либо Бога, либо себя любимого. Отсюда все проблемы. А мы уже Александр Пушкин. Как и протоколы сионских мудрецов. Ну, хочу сказать уже сразу о масонах. Вы же видите, сколько книг теперь про всех масонах. Есть масоны в основе своей татуре. В основе. Но поскольку они проходят систему посвящения, то есть им накладывают внутренние запреты. Чем они выражаются? Вот вы подходите к ним. Начинаете слушать его. Почитал это вам. Мне это неинтересно. Вот это масон. Надо, конечно, возможность изучать всякую информацию. Но вырабатывать к ней особые отношения. Масон не может вырабатывать самостоятельные отношения к информации. Масонство свою миссию закончено. Я приехал, я сразу тут много про масонство. Стали рассказывать. Меня это не интересует. Совершенно. Потому что масоны их использовали для продвижения еврейской концепции. И на этом построили крест. Сейчас расслевают. Я говорю, это просто толпа дурных. Которые навешивают фарточки, там всякие. Атрибутиков. Кто там полку получит шпагой, там еще что. Ну, для нас это пройденный этап. Это не значит, что я вступал в масонскую ложу. Но, по крайней мере, с масонами я общался. Дурни-дурними. Мышь, если я в своем очень будет сказать, не могу. Так, насчет протоколов. Делают не в том, кто писал, как писал. Конечно, это есть в некотором роде имитациях. Но писали люди серьезно. А дело в том, что все сбывается в соответствии с этим протоколом. Или не хотелось бы сбиться, но не сбудется. Но не сбудется. На окончательный этап. Хотели бы уточнить определение термин троцкизм? Хороший вопрос. Я привез здесь несколько книг. Троцкизм вчера, но никак не завтра. По-моему, штук пять. Почитайте. Насекратко. Троцкизм, как психическое явление, существовал всегда. В средние века, только было другое название, это мы дали ему троцкизм, одержимость. То есть, человек одержим какой-то идеей, и ничего ему доказать невозможно. Сталин разделался с троцкизмами на физическом уровне. Но он не смог размежеваться с марксизмом на пансийном уровне. То есть, лексика осталась его прежней. Из троцкизма он вошел и в Великую Отечественную войну. Троцкизм его измочил. Вот, пока так, кратко. Есть у нас еще одна работа. Троцкизм, ленизм берет власть. Концепция общественной безопасности предшествовала очень большая работа, которая пока не издана. Но мы постараемся ее издать. Называется она «Разгерметизация». Это почти 700 страниц, вышенописанного текста, который сейчас проходит обработку. Там много чего и о троцкизме. Никто добровольно власть не отдает. А поэтому ваш прогноз на процесс распространения концепции и вероятность войны. Да, мы знаем, что никто добровольно власть не отдает. Но иногда власть сама падает в руки. Мы работаем для этого. Сейчас, пока сколько нам нужно, меня спрашивают. Нам нужно, чтобы хотя бы 1500 было людей, понимающих концепции. Получим ее. И никуда ни президент, ни премьер, ни средства массовой информации не делаются. Сейчас и партия нужна ежедневно. Мы ведем статистику с наших сайтов. Скачиваем, раскачиваем, значит считаем. Более 10 тысяч пользователей. На 40 миллионов пользователей интернета. Я не знаю, сколько у вас. Может, кто-то подскажет. А эти 40 миллионов, это от 14 до 40, 45, иногда даже 50 лет. Люди моего возраста в интернет много. Ну вот, я освоил где-то компьютеры в 95-м году уже довольно. Я в таком факультете преподавал, где компьютеры сразу стали. Поэтому мы не питаем никаких иллюзий. Мы не романтики и не идеалисты, как некоторые нас считают. Насчет вероятности войны не получится. Хотя желающие есть. Кто, по-вашему, Медведев? На кого он работает? Его концепция. Вы знаете про вопрос у из мистера Путина. Знаете? Вы думаете, кто-нибудь ответил на вопрос, кто такой Путин? Ясно пока только одно. Что он абсолютный авторитет претендентской среде. Нет более авторитетной личности, чем Путин. Несмотря на всю истеричность западных средств массовой информации, он там верховодит. Подбирал преемника себе Путина. Те, кто из вас читал наши работы про диалектику, там есть о тандемном принципе деятельности, с помощью которого можно повысить качество управления. Так вот, как только появился Медведев, как приемник, весь мир заговорил о тандеме. Медведев – Путин. Но пока еще никто не говорит. В чем смысл? Тандемного принципа деятельности. В тандеме нет главного и второстепенного. Группа, к которой я принадлежу, выстроена по тандемным принципам. Парка работы. И есть так называемый у нас интеллектуальный синхрофазотрон. То есть, некто запускает тему, поскольку живем в разных городах, электронная почта у всех, запускается следующим. Он добавляет, что-то изменяет. Прошло. Ко мне приходят уже в очень измененном виде. Я запускаю по второму кругу. Вот так работает интеллектуальный синхрофазотрон. В результате получается групповая работа с очень высоким качеством. Я думаю, если Путин, по нашим оценкам, он знаком с материалами и концепцией, если бы я был Путин, я бы первым, что взял. Тандемный принцип деятельности. Это совершенно новые качества управления. Да, есть президент, есть премьер, но у каждого есть команда. Если они о чем-то договорились, то команда договаривается о том, как стал клуб президента и премьера. Посмотрим, что у них получится. Поясните, пожалуйста, для кого предназначается в картинках газеты «Часлик»? Ага. Так.